Это не доводы. Будет жалоба написана. Оскорблять каким образом, майор? Ты оскорбился что ли, майор? А? Не тыкайте мне. А ты почувствовал на себе, что тебя тыкнули что ли? Какой у вас отдел? Вы поедете в первый отдел полиции. Вам указание, кто дал меня задержать. У вас не задерживали, а доставили. А протокол доставления составлен? Будет составлен в отделе полиции. Он составляется на месте происшествия? Нет. Почему? У нас же есть прописан федеральный закон номер 3. Вы плохо знаете просто. Нет возможности составлять протокол. А, то есть вы неукоплектованы еще, получается, да? Кончится. Ну это зря вы сейчас сказали. Может нет у себя протокола, да? Это вы сейчас зря говорите. То есть коррупционная составляющая есть все-таки, да? Это не доводы. Будет жалоба написана. Оскорблять. Оскорблять каким образом, майор? Проходите. Ты оскорбился что ли, майор? А? Не тыкайте мне. А ты почувствовал на себе, что тебя тыкнули что ли? Вот так вот у нас работает центральный район, сотрудники полиции. А какой у вас отдел? У нас нет отдела. Вы на улице что ли содержитесь? Мы с отдельного батальона, патрульного пускового. Отдел-то какой? У нас нет отдела. Центральный район, номер центрального отдела. Сорвокорство. Или вы на улице сидите все? Нет, опять сидим. Ну вот так вот. Какой у вас отдел? Вы поедете в первый отдел полиции. А кто вам дал такие указания? Майор? Все в рот воды набрали. Мы вас просто доставляем. Указания-то кто вам дал? Кто дал. Вам указания, кто дал меня задержать? У нас не содержит, я доставил. Задерживаю вас в штук. Протокол доставления составлен? Будет составлен в отделе полиции. Он составляется на месте происшествия? Нет. Почему? Нет, а да. У нас же есть прописан в Федеральном законе номер 3. Вы плохо знаете просто. Если нет возможности составления протокола... А, то есть вы неукуплектованы еще, получается, да? Конечно. Ну это зря вы сейчас сказали. Может нет у собой протокола, ДАЦАП, ПОСТОВ. Это вы сейчас зря говорите. Здесь камеру выключайте. Лежите на бьер. Камеру выключите. Батарейку бы сними. Как выключите? Как выключите? Как выключите? Как выключите? Мам, выключите. Мам, выключите. Может показать открытие? Батарейку бы сними, да, все. Батарейку снимите. А? Батарейка снимается? Нет. Снимается. Попрошу исправить мою имущество. Снимите фото, не трогайте имущество. Снимите положительное стол. Мы решим. Пока мы не изъяты. Там уже там оставили свои пальчики. Уже оставили. Покажи, почему красная гореть это означает. Пальчики есть сотрудника полиции. Что? Что от этого? Это моё имущество. Сотрудник полиции не имеет права её трогать. Пальчик, по-моему, вы не сказали. Глеб, я от того, что вы не доставили пример. Политическую защиту. Не важно, почему у меня сюда. Не взяли. Хулиганские. А за такие классные решения. А за что? Что тут выражалось? Можешь говорить деньги. Какого предъявления? Правильно. Какого предъявления? Забыли как в магазине. Не было нужной практики. Я могу из-за этого предъявить. Можешь не предъявить. Это возможно, мой проявление защиты не смогло. Вы не обижаете право на защиту? Вы не обижаете право на защиту? Телефон не сломал. Ты что? Стой, телефон зазвонил. В чем выражался? У нас много видеозапис. Подождите. Александр. Да пожалуйста, да. Нет, да, да. Поясню. Александр, что же, кроме видеозаписи. Что, где он интересам? Ну, вообще, я сейчас пока в санте. Аудиозапись непрерывная. Сейчас просто у меня с поделкой вверх. Я сейчас помню себя. Да, по-моему, там в Масаре где-то нашел. Сейчас. Сейчас, что будет происходить, подскажите? Могу, да. Суп. Нет, да, да. Тогда опять. Все, нет? Так суп-то отменяй, отменяй? Ну, да. Сейчас пока там нет. Я не могу собреждаться. Вот она здесь, пожалуйста. Дай я себе, пожалуйста, могу сказать. Нет, я не доживу. Я дожу вас в успех, на мою право на защиту. Моё право на списательство. Дай я себе, пожалуйста, могу сказать. Я же истанка, да. Да, да. Да, да. Да, да. Как, да, да. Ну, да, я не доживу. Алексей. А не хотите сообщить о том, чтобы начнут по выбрать? Да. Да. О, вы тоже отмечаете. Да. Да. Вы уже сами думаете, да? Ну, это все, Дмитрий. А вот почему вы почему-то не договорились? Похитите? Ну, не похитите. А вообще, до возраста еще мы забыли. То есть, похитите, а она хотела убрать. Убрать? Заводится ее убрать? Да, 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 да. Я уже сломал. То и говорили. Пресечная. Пресечная. Вообще, у меня есть и пресечная. Ну, она пошла на телевизор. А я посчитал это. Хорошо. Вы считали. Только почему-то ее не доставили сюда. Посчитали. Что значит «стальнейший»? Что значит «стальнейший»? Почему нас доставили? Посчитали. Что значит «посчитали?» Что вы постоянно… что значит? Что значит «посчитали»? Я вам говорил, если вас первой доставили, она потом будут доставлены. То есть, она нарушила мои права, соответственно. Надо пытаться сломать мое имущество, подписать ее, и у нас забрать, да? Да. А вы все время в этом все еще. А в целом веке вы готовите? Заявление вас ознакомили? В вас есть? Конечно меня. Когда? Как только будет написано, тогда я знакомил. Конечно. Заявление? Заявление у гражданки есть? Вот эти вот звездочки полетят в увольнение, это тоже как у вас лично, как я веду с вами, где мог, когда я получаться личным вопросом, мой ад, что делать. Я заединив, что они будут, мне нужно. Я просто вас на букве влезть, что я. Понимаете? Вот стоит вас откунь, кто-то могу это подтвердить. Ну вы же знаете, как вас зовут? Кирилл. Не надо здесь, понимаете, я поймал, что у вас эмоции, у меня звук отстанет, я заберу полномочий. Я поймал, что у вас сейчас какие-то эмоции, там что-то есть, мы потом их доставили, конечно, давайте, дайте разобраться. Это еще незаконно, я даже не сам принципиально. Дайте разобраться. Подождите, сейчас разберемся, если у вас, не надо, убейте отсюда, все, в порядке. Не надо, понимаете, эмоции, повидите чуть-чуть, конечно неприятную ситуацию. Чуть-чуть за эмоции надо этим. Дайте разберемся и все, не переживайте. Надо подвиснуть там, мы ее привлечем, не переживайте, никто не встарает никого в гараже. Аудиотексацию не разрешают ввести. Аудиотексацию не разрешают ввести, аудиотексацию не разрешают ввести, почему-то. Я хвалился, я с вами, а как я потом дышать себе, юридическую дачу не предоставляю, не предоставляю себя. Ханаты с вами писать, позвоните мне, вырывает телефон. Это видеокамер, это ваша. Возьмите, пожалуйста, на руки, чтобы вы не зацепили на ваши имущества. Если вы вернете, упадет лучший. Выпишите ее, уберите ее, пожалуйста, на камеру. Это видеокамера, которая вас пишет, аудио, видео, так сказать, если вы захотите, наймете адвоката, по запросу все он предоставит. Не переживайте. Ваши гражданские права нарушены, если вы не почитаете, что они были нарушены, вы можете обратиться, он не будет. Анатолий Алексеевич, доставлять протоколы я хочу подать ходатайство составляющему. Я имею право на защиту, правильно? Это вот закон предусмотрел. И я хотел бы, вот в ситуации все-таки, да, досконально, ведь у нас полиция... Выходи, я обожаю. Выходи, я обожаю. Выходи, я обожаю. Выходи, я обожаю. Мне требуется время для поиска квалифицированного юридического защитника и заключения соглашения с ним. Правильно? Обожаю, я могу лиусом, в общем, сказать. Самое заявление там будет принято, да? Да, я вас прошу выделить с компетентным марки Александр Александрович. Телефон для связи. 8. 16. Заявляю о том, что сейчас требуется провести осмотр места происшествия в магазине Перекресток по адресу улица Гражданская, дом 28. Вчера, совершая покупки в этом магазине, было куплено товаров более чем на 6 тысяч рублей в виде товаров. Детское питание с истекшими сроками годности. Усматриваю признаки преступления, предусмотренные 238. Нет, просим сейчас незамедлительно провести осмотр места происшествия на Гражданская, 28. Ну, то есть, опросить директора данного магазина, мы предоставим эти товары, чеки. То есть, это должно быть, согласно, пусть сотрудник принимает в устной форме заявление, согласно 879-му приказу МВД, передает весь материал с этими товарами в территориальный отдел Роспотребной ответственности. Присаживайтесь, пожалуйста, ваше обращение зарегистрировано, сейчас сотрудник прибудет и проедет вместе с вами на местном происшествии. Какой дымшинка? Нет. Нет? Уже вас с этим знакомить не будут, пожалуйста. А пусть на себя еще заявление сейчас примет по 286. Сравки, видишь, очень хорошо, а вчера висадь. А такого быть не должно. Но вот этот переброс, так что я говорю, я буду призвать тех, а все, что вы видите, перебросы. Улица Гражданская, дом 28. Ну, вы, в трех уходим, уходим. Хочу приобрести банки, а какие-то другие хотят мне впихнуть. Хочу именно эти. Продают мне? Нет, другие хотят мне пробить. Я говорю, именно хочу эти приобрести. Да ладно, не парьтесь, у нас два чек, включая детский. А, да, есть уже, все, да. Слушай, Сан Саныч, а что тут не так? Нет, мне до директора видели. Что-то не так, я, может, безграмотный, может, ты очень хорошо знаешь. Что не так с булочкой? С булочкой? Ты имеешь в виду дату изготовления? Да, я не могу сказать, когда изготовлено. Обнаружил вот таких вот два киндера, и упаковочки вот они стоят. Вот они. Срок годности истек пятого, четвертого. После чего пыталась ее вырвать. Вырвать ее в камеру не получилось. Ты обязана... Слепан Александрович! Ты обязана разговаривать с Семичей права, как потребитель, ты нарушила. Со мной не тыкайте, пожалуйста. С бабушкой встала. Не трогайте, я сказал. Руки! Руки! Не трогайте! Руки от имущества! Руки уберите! Руки от имущества! Руки уберите, я сказал! Девушка, отпустите камеру. Я говорю, что камеру у меня нет, не тыкайте. Сейчас я тебя тыкну. Я, пожалуйста, выведите отсюда. Хоть кричать. Вырвать не получилось. И приехал сотрудник полиции, который представился, по крайней мере, сотрудником полиции, я уже не верю, что это не полиция, представился участковым полномочным в звании майора Дымченко Александром Петровичем. И совершил противозаконное деяние, но это уже другая история, не связанная с просрочкой. Усматриваем там признаки 286 у Кайрова, потом еще и 303 у Кайрова. Это уже люди будут заниматься, и мы тоже. Ну понятно. Я сейчас буду искать эти чеки, чтобы вам их показать. Потому что в отделе полиции применялась грубейшим образом физическая сила, тем самым участковым в звании майора. И некоторые документы у меня теперь из-за этого лежат не там, где обычно. Пишите, Маркин Александр Александрович. У вас что в Питере все документы у заувителей спрашивают? Не понимаю. Оснований нет. У человека, который не нападал, даже документы не спросили. Вас вообще не спрашивают, разговаривают. Вас тоже не спрашивают. Вы молчите. Тебя сейчас не спрашивают. Стоишь и молчишь. Женщина, если бы я вас втыкнул, вы почувствовали бы для себя. Тогда будешь здесь вякать. Сейчас вы здесь никто. Сейчас по полицейски разговаривают с заявителем. Пожалуйста. Ну, по притоне я нахожусь. Я представитель. Подтверди свои полномочия. Представитель, подтверди свои полномочия. Берите, пожалуйста. Подтверди свои полномочия. Даже еще не прикоснулся. Я говорю, берите, пожалуйста. Не молчайте мою сторону. Ведите себя спокойно. Я могу же стекулировать. Вот так могу же стекулировать. А у вас что такое, я не пойму. Где Бэдж или что, кубы вообще. Бэджик чего, покупателем? Покупатель, чьи права ты нарушила, и твоя туплопритонная лавочка. Я ничьи права не нарушила. нарушила представьте если ты представитель подтвердить свои полномочия разберемся подтвердили за визу и полномочия давайте по порядку подтвердить свои полномочия давайте вас касаться не должно извините что я считаю вот этим развела на ешь а вот надежь угощай приехали до в магазин вот я говорю а время уже пятый час соответственно просрочка не была снята ваше мнение здесь мало кого-то кого интересует ваше мнение здесь мало кого граждан имеет право высказать свое мнение в отношении сотрудников полиции я высказываю он так же как и гражданин маркин тоже высказывает свое мнение ни разу еще не оскорбили представитель торгового предприятия ты девочка не подтвердила с вами что я высказываю только если ее мы ее оскорбили чем-то пускай пишет заявление не умеет она умеет покупать или общаться значит я не воспитанный за то что я не воспитанный на мой взгляд сфабриковал протокол все так маркин александр александр Продолжение следует... 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 Продолжение следует...